Очень, очень здорово, здорово всех видеть, и, собственно, с чего начнём? Что такое, что такое остранение? Спросите вы меня, заинтересовавшись названием лекции. Так вот остранение, это примерно то, что происходит в рамках этого цикла уже вторую неделю. Это когда люди приходят на футбольный стадион и говорят об Анри Бергсоне, или приходят на гипподром и спорят, что объединяется анархистов и монархистов. И марксистов, да, пардон. Вот, то есть это совершенно выведенное из контекста и тем самым освобожденное действие. Это вот для того, чтобы нам с вами представлять. Или вот, как было, сейчас за мной подъехали ребята на автозавод, и вот замечательный, прекрасный человек вышел, представьте себе, автозаводский парк, автозаводское метро. Так вот, выйди, дорогой, вот этот человек вот так вот вышел из метро на автозаводе на проспекте молодежи. И представляете, он прошел, пелый, пелый, улыбающийся и радостный, радостный. Вот, да, 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 да. Вот, и собственно, когда вы видите такого человека и вас не вызывает вожество, а напротив вы начинаете думать, а почему, собственно, в ней не начать радоваться? А нет ли явления этого человека какой-то такой вот переворот? То есть почему я должен ходить в сером? Почему я должен грустить сейчас, даже если что-то произойдет? Вот, нельзя ли вот, раз вот этот человек идет в желтом халате, в синей шляпе и с мечом, и с мечом через поезд, и очень радуется, почему бы мне не порадоваться ни в таком виде? Вот, и это, 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 это как суть. И самое главное, с чего все начинается? Когда вы знаете человека, когда вы его видели ни раз и ни два, в обычной обстановке, привычных костюмах, привычном амплуа, да, и вы его уже настолько знаете, что видя его, вы его узнаете, и вы не рассматриваете его, вы не взглядываетесь, потому что вы очень хорошо его знаете. И вдруг он приходит к вам, вот как Гриша, в шляпе и в желтом халате с мечом. Вы начинаете взглядываться в человека, а что с тобой, дорогой, произошло? Хорошее, плохое, что там, праздник произошел или оградите себя? И вы начинаете как бы впервые его, впервые его рассматривать. Он, он оказался для вас совершенно в другом, в другом контексте, он оказался вне, вне своего обычного поля. Вот об этом, в общем, изначально говорит Риктор Жкловский, человек, который впервые назвал это слово отстранение, от слова странный, причем даже форма его странная, потому что, если образовывать по правилам русского языка, там должно было быть две N, но там только одна. Риктор Жкловский сначала отговаривался и говорил, что это ошибки наборчика, потом, уже ближе к концу видео, он сказал, я старый человек, мне можно признаться, что когда я был молодой, я был неграмотный. Я написал отстранение с одной N, так оно и пошло гулять, как собака с отрезанным ухом. С этим словом, как и с его соотносимым немецким аналогом, который по-русски переводится как отчуждение, брехтовским, связанным с отстранением, есть одна очень тоже другая особенная черта, которая нам важна. Это то, что некоторые иногда путают и говорят не отстранение, а отстранение, а отстранение, отстраняться. И то же самое, отчуждение, кто-то говорит отчуждение и отчуждаться, особенно с брехом было много такой путаницы, хотя вы переводили только как отчуждение. И я скажу сегодня, что это тоже, то есть это случайность, но это случайность значимая. Так вот, почти 100 лет назад, в 1017 году, выходит не менее революционный, чем это время, текст искусства, как прием, где шковский говорит то, о чем я уже начал, говоря о Грише, что мы живем в мире, где мы ко всему привыкли, где людей мы знаем, мы их не видим, мы их узнаем, как знакомое слово, и мы его не прочитываем, мы побегаем, мы цепляем начало фразы и идем дальше. А вот чтобы увидеть это слово, чтобы прочитать его целиком и погрузиться в него, нам нужно вот именно отстранить его, причем это происходит и со словом, и с предметом, и с произведением искусства, и с восприятием жизни в целом. Когда наше восприятие становится автоматическим, тут склоски приводит запись из дневника Льва Толстого, который говорит, я протирал пыль на столе и вдруг спросил себя, а помню ли я, протирал ли я кто-то еще в этой комнате, или не протирал, это было бессознательно, и я не могу вспомнить, если бы кто-то другой, кто это видел и отознавал, сказал об этом, то можно было бы восстановить, а так нет. И дальше Толстой, да, делается такая пауза, так ведь и жизнь многих людей так проходит, то есть люди автоматически, совершая какой-то набор действий, не сознают, что они делают, они не ощущают, да, они все делают автоматически, как машина, без сознания. И склоски говорит, да, автоматизация съедает мебель, платье, жену и страх войны, вы все это не чувствуете, да, когда вы смотрите бесконечные сводки новостей по телевизору, где показывают очередные какие-нибудь ограбления, убийства, войну, это так кистрит, этого так много, это так стерлось, что мы этого не воспринимаем. Так вот, искусство, по-собскому, должно вернуть нам ощущение жизни, должно сделать так, чтобы мы не прошли мимо чего-то автоматически, мимо слова, мимо произведения искусства, мимо явления жизни, которое в этом произведении так или иначе отображено, связано и так далее, а остановились. И как раз для этого вводится о сравнении. В этом понятии несколько разных и в каком-то смысле не сводимых друг к другу явлений. Я по очереди о них расскажу. И главная суть в чем, это показ предмета, не узнавая его, как будто вы видите этот предмет в первый раз в жизни. Он вам не знаком. И описание его как незнакомого. И тут Шкловский приводит очень много примеров. Главное, это я покажу на толстом, на разных других примерах, на которых успею. Потом, если у вас будет желание, мы подумаем, посмотрим, где мы можем сегодня увидеть эти способы, внутри этого большого метода отстранения, где мы можем это увидеть, как это может работать сейчас. Это очень большая проблема. Так вот, первый способ, да, это вот большая, большое, широкое понятие непонимающий взгляд. Это взгляд, например, ребенка пришествовала на какое-то событие взрослых, непонимающего, зачем они это делают. Это взгляд животного, который не понимает, что делают люди. Это взгляд дикаря в культурном обществе. или вообще иноземства какого-то. Ну, человека с другой логикой, допустим, сумасшедшего в среде нормальных или, наоборот, нормального среде сумасшедшего. Вот, когда происходит это выпадение из контекста и взгляд извне, вот тут вот тут и происходит остранение. Сейчас покажу очень важная вещь. Пример, который приводит сам слоткий из произведения толстого холста мера. Там все дано взглядом лошади. И лошадь это размышляет в тексте. В данном случае речь идет о институте собственности. И лошадь там говорит примерно так. Я долго думал, почему люди так любят слово «мой». И я понял, что людям просто нравится говорить «мой». Они мерят себя не делами, а словами. И кто из них про большее количество вещей может сказать «оно мое», тот среди них считается счастливейшим. Но при этом это пустое слово. Потому что говорит этот думает этот конь «человек, который называет меня своей собственностью, меня моим, никогда на мне не ездил, а ездили на мне совершенно другие люди, чьи делали мне добро, кучера, реконовалы, совершенно другие люди. Так можно называть землю своей, и никогда на ней не работает, на ней работают крестьяна, крестьяне. Человек может называть крестьян, помещих людей, своими, и тоже ничего кроме зла не сделать, и он по большому счету тоже никак с ними не взаимодействует. Человек может называть женщину своей, и эта женщина может жить с другими. Человек может называть дом свой, никогда в нем не жить, только трудиться для того, чтобы его построить и узнавать в каком он состоянии. Вот этот способ Толстого через взгляд лошади показать институт собственности, показать, что это ни на чем не основано, что это пустые слова. Так, представьте себе, если у вас на компьютере или какой-нибудь соцсети скоплено энное количество видеороликов музыки и еще чего-нибудь и вы знаете, что у вас так много этого всего, так много файлов информации, но вы не... у вас там просто есть тапочка, на которой написано мое. Но вы не посмотрели этот фильм, вы не послушали эту музыку, и может быть вы никогда не посмотрите все это... и это слово оно просто слово, да, то есть это действительно просто 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 слово, если показывать это через нас, то, что мы видим. Дальше Толстой показывает остранение остраненным спектаклем. Там идет достаточно такое долгое и не очень четко передаваемое цитирование описания театра глазами Наташа Ростовой, но суть в чем? Он вот в этом отрыске показывается, что там спектакль дан глазами человека, которому никогда не говорили, что это такое, и который вообще не понимает условности, он ее отрицает, он ее не воспринимает, и там говорится, что она видела, ну, примерно там где сцена, там где декорации это картон, там где луна, там дырка, в которой светит лампа, там где там где за стеной гремит железо, остальные воспринимают гром и молнию, она слышит только звон железо, да, то есть это разложение на первооснову, и там искусство показано как такое вот, ну, искусство медитативное, искусство, создающее иллюзию, искусство, создающее некоторую ауру, как бы сказал Бени Мин, да, вот оно показано остраненно, и как только Наташа там перестает так видеть, она включается влюзию, тут же происходит то, что она начинает испытывать влечение к другому человеку, а любит она другого, да, и тут начинается тут начинается ее кризис, да, потому что она поддалась обману, она поддалась иллюзии, и Толстой описывает так все, войну, враг, да, то есть крейсер его соната, есть сжатая формула, если у людей сродство душ, почему они должны спать вместе, то есть, ну, вспомним, это 19 век, да, там взаимоотношения людей чуть более четко рекоментированы, что любовь это брак, секс это, по крайней мере, в легальном пространстве это брак, да, и вот это все в едино, а взгляд героя, крейсеровые сонаты, он раскладывает это все, и он говорит, что, собственно, ну, почему, если люди любят друг друга, они должны спать вместе, да, и напротив, то есть, эти вещи разлагаются, и в итоге оказывается, что это бессмысленно, да, и он там говорит о том, что людей обманывают словом любовь, а поскольку девочек с детства учат красиво одеваться, красиво делать, делать макияж и так далее, по большому счету, чтобы выйти замуж за более состоятельного, более престижного человека, чтобы продать себя подороже, то есть герой, крейсеровые сонаты показывает брак как проституцию, только проституцию, существующую в легальном пространстве, да, и значит, вот это 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 отстранение Толстого, это отстранение критическое, это отстранение, которое помогает пройти сквозь сквозь условность, которая показывает, что то, что нам кажется закономерным, оно на самом деле условно. Откуда это происходит, да, то есть Пловский брал это описывая Толстого, Толстой берет это из мысли эпохи просвещения, именно в эпоху просвещения обильно шветут различные произведения, в которых все эти дикари, которые отстраненно показывают показывают мир там дети, безумцы и так далее, всякие непонимающие. Но чтобы проиллюстрировать, что это не сугубо литературные примеры, я сейчас привезу пару этнографических этнографических всяких вещей, которые показывают нам, что это действительно факт нахождения вовне. Например, Роман Якобсон в одной из своих статей совершенно по другому поводу приводит разговор миссионера христианского с каким-то аборигеном, если ты уже не помню, то ли австралийским, то ли африканским, но абориген этот ходит голым, абсолютно голым, как водится в его вот этом обществе, в этой общине, где он живет. И священник, одетый так, как одет миссионер, начинает ему объяснять, что так нельзя, ты должен прикрыться, ты должен надеться, но это неприлично. На что абориген показывает ему на его лицо, у того бритое лицо, может быть еще вытяну, то есть оголенная часть, которая ничего не закрыта. Священник очень удивляется и говорит ему но это же мое лицо, говорит ему священник, а абориген говорит, а у меня лицо везде. Да, то есть вот это столкновение двух взглядов. И еще один пример, я сейчас не вспомню сложное имя что-то типа арабский путешественник, который в 10 веке ездил в фаэмские земли с посольством из арабских стран, дабы обратить в мусульманство, он оставил подробные записки о путешествии в Болгарию, эти записки у себя цитирует Анатолий Маринго в романе циники, Маринго который и со Шковским общался и представлял себе, что такое странение, он понимал, что там происходит. Так вот, там есть такая чудесная цитата, это записки, это свидетельство арабского путешественника 10 века, он пишет о славянах, а когда они видят человека живого и способного в делах, там оживленного, талантливого, там какие-то такие вещи, и то, то говорят, этому человеку приличествует служить Богу, и тогда берут его, накладывают ему на шею веревку и подвешивают его на дерево до тех пор, пока он не распадается на части. Да, то есть, то есть, то есть, это вот разложенное по частям непонимающим взглядом описание казни. И таких описаний мы найдем, у Толстого очень много и так далее. И просветители активно это использовали, это 18 век, и там было две концепции в общих чертах, 2D таки полюс это полюс о неком прошлом, в котором был естественный человек, и вот там все было правильно, а когда началось развитие цивилизации, пошла Портен Рауф, это примерно то, о чем говорил Руссо, и от Руссо выникает эта популярность естественного человека у просветителей, потом у романтиков, потом у того же Толстого вплоть до Ходжи Мурата, и другой полюс, это Вольтер, который говорит о том, что нет, все прошлое было чередой заблуждений, чередой суеверий и ошибок, но человеческий мистер к будущему, это будущее, да, это прогресс, мы идем от света к тюменам, все равно сейчас мы живем в этой череде заблуждений, и соответственно тоже, да, современность, как и в прошлом, в прошлом в ренте, она подлежит вот такому отстраняющему изображению человека, который находится, находится вовне, но есть еще один очень интересный пример, это, наверное, самое раннее историческое, то, что есть, историк, итальянский историк Карл Динсбург, когда разбирал отстранение, которое он увидел, как очень интересный потенциально для его работы метод для анализа материала, он стал смотреть, и он дошел до записок римского императора Марка Аврелия, это второй век нашей эры, Марк Аврелий пишет записки для себя, то есть он их не предназначал для публикации, это было фиксацией внутренних практик, и Марк Аврелий в этих записках представлены практика стоиков, что должен сделать стоик, стоик должен посмотреть на страсти жизни, таким разлагающим взглядом, чтобы потерять с ним предстрастность и разложить все, кроме добродетеля, то есть он говорит, когда ты слушаешь красивую песенку, разложи ее на составные звуки и спроси тебя про каждый этот звук, а так ли действительно этот звук, вот этот конкретный единица звука, нота, еще что-то, мельче, так ли оно мне действительно приносит удовольствие, вот этот отдельный звук, или он говорит, когда ты ешь подливу или какую-то пищу, всегда говори себе, ты ешь не просто подливу, поджарку или что там, ты ешь труп птицы, труп рыбы, труп свиньи, либо там знак отличия в римском обществе сенаторская тога, которая выделяет человека, да, а Марк Аврелий говорит, говори себе, что это просто нити, сплетенные нити шерсти животного покрашенные кровью ракушки, то есть это не тога, это не знак отличия, это не венец того, к чему можно стремиться, это просто ткань покрашенной кровью ракушки, да, или там о физической близости он говорит, что притаитель думает, что это просто трение внутренних органов друг от друга, с выделением слитья и каким-то содроганием, с выделением слитья и каким-то содроганием, да, то есть и дальше, да, то есть он идет в этих записках, дальше он император, да, он говорит о себе и он говорит, вот один поймал муху, другой поймал оленя, третий поймал медведя, а кто-то поймал сарматов, да, то есть народ, а если задуматься, они насильники ли они все, да, то есть он император приравнивает завоевание одного народа убийство мухи и говорит, что и то, и то есть насилие, да, он выводит войну из контекста каких-то торжественных торжественных вещей и показывает, что это есть насилие. Вот, и еще два два примера из другой, как бы, с другой стороны, потому что Марк Аврелий это такой уникальный случай самоотчета и разложения вот этих всех догм и представлений самим императором. Есть очень интересные примеры, которые, видимо, идут из античности через Средневековье об Александре Македонском. Один приводится в трактате Блаженного Абгустина о Благодати Божией, по-моему, и другой в сборнике поучительных примеров для Пацвы средневеков священников, которые работали с простыми людьми, и у них очень много было всяких простых примеров, вот в одном из таких сборников, который назывался эксемпла, да, жанр, эксемпла, примеры, а там вот есть два примера с Александром Македонским. Один из Блаженного Агустину такой. А если посмотреть, является ли всякое государство без справедливости, пишет Блаженный Агустин, просто разбойничь шайкой, и правда же был пират, которого спросил Александр Македонский, а кто тебе дал право грабить на морях? А пират ответил Александру Македонскому, а кто тебе дал право разбойничать во всем мире? Я делаю то же только что и ты. Но поскольку у меня один корабль, меня называют разбойником, а поскольку у тебя огромный флот, тебя называют императором. Да, то есть это опять выведение смещения иерархии. Пират приравнивает к себе царя, и мы видим, что в этом ракурсе особой разницы нет. И еще, да, другой пример короткий из примеров Средневековья, когда там, говорится, некий мудрец пришел к нему Александр Македонский и спросил его, чем я был, что я есть и чем я буду. И мудрец ответил ему, ты был, Александр Македонскому говорит простой мудрец с улицы, ты был ничтожной спермой, сейчас ты сосуд с навозом, а будешь ты пихий для червей. Это говорится человеку, который считает себя хозяином полумира, и он ждет о себе чего-то, о своих предках, о себе, а его разлагают на простейшие составляющие, так же, как и любого человека, да. вот это пример критического остранения, которое очень широко использовал Бертольд Греф, у него это было связано с маркистской теорией и так далее, но у Шкловского его теория остранение имеет еще, кроме критики, еще и такую вот возвращающую жизнь, как бы реавитализующую, да, возвращающую витальность, возвращающую чувство жизни, ощущение, да, то есть, грубо говоря, когда мы разрушили все эти предупреждения о власти, о собственности, о похоти, о чем-то таком, что вот по большому счету ничего не является, вот, мы можем переходить к следующей ступени, да, мы можем вернуть себе чувство жизни, и я вот приведу один переходный пример, который, как бы, и критический, и в то же время уже уже остраняющий возвращающий жизнь, пример такой, это перевод, Толстой переводил новеллу Мопотсана, он ее перевел к какой-то трансформации, я не помню, как именно было у Мопотсана, как она называлась, но у Толстого она называлась Франсуаза, и новеллу Мопотсана Франсуаза она, что там происходит, моряк после длительного плавания попадает в город, и он приходит в публичный дом, он выбирает там женщину проститутку, которая там работает, они садятся с ней и начинают разговаривать перед тем, как уйти удалиться, и пока они разговаривают, сидят и шутят, моряк вдруг понимает, что эта женщина, которую он взял, это его сестра, он много лет не видел своей сестры, и это его сестра, и он настолько шокирован, что он мгновенно сходит с ума, да, я говорил, что одна из, вот, один из таких проводников отстранения, это тоже взгляд безумца, он сходит с ума, начинает хохотать, бегать по этому публичному дому, и он кричит такую фразу, они все здесь наши сестры, они все здесь наши сестры, то есть, он говорит, происходит такой перенос, да, значит, сначала он понимает, что противоестественно брать за деньги, использовать как товар свою сестру, а потом вот момент этого безумия, он понимает, что разницы никакой нет, да, и они все, они все, все женщины и мужчины, да, они все братья и сестры, и вся эта, весь этот процесс, да, все, что там происходит, была бы эта девушка его сестрой или не была, это все вредство, потому что они все наши сестры, то есть здесь, вот это такой переходный пример, когда с одной стороны отстраняется, отстраняется критически, разлагается использование чужого тела за деньги, с другой стороны, здесь вот переходится к восприятию того, что все женщины, да, все женщины вне зависимости от того, родные они этому человеку или нет, они все сестры, то есть там он приходит в момент безумия к тому, что система отношений между людьми должна быть другой, и это все противоестественно, не только то, что он взял свою сестру, и вот здесь уже, да, такая граница, это такой просто срединный пример, дальше пример, приводит сам Шкловский из Толстого, как пример положительного отстранения, там Пьер Безухов впленул французов, он пойман, он выходит там в каких-то то ли, то ли, то ли, ну, в ужасных ботинках, в ужасных шлахмоте, с ним обращается безобразно, он никуда не может уйти, там заколочено, все заколочено, и так далее, и в какой-то момент, когда его окликают, он сидит там, греется у костра, он начинает смеяться, смотрит на звезды и говорит, это кого они, это кого они решили заточить, это меня, мою, мою бессмертную душу, когда я есть часть всего этого мира, когда все это, эти звезды во мне, и я часть этого, и эта часть меня, он смеется, его не понимают, да, он для них, у них безумен, но он в этот момент осознал, очень важный момент, он осознал, что можно находиться в каком угодно внешне ограниченном состоянии, можно, можно сидеть в тюрьме, можно быть закованным, но при этом можно быть свободным, и уже потом, у Шовского нет, но у Толстого есть об этом, о том, что когда Фьер вернулся к течению обычной жизни, вернулся в ход светской жизни, и так далее, он потом говорит, что он себя вот в этом обычном пространстве чувствует несвободнее, чем он чувствовал себя плену, плену французов, скованным этими условностями, а там он был вырван из своего привычного контекста, и ничто ему не мешало чувствовать себя частью, частью этого, этого большого, да, это, это примеры, примеры с ситуациями, есть еще, есть еще пример, ну, очень простой, да, потому что должно быть ощущение не только вещи или предмета, или ситуации, но надо вернуть ощущение слову. Шкловский, начиная говорить о воскрешении, да, первое, о чем говорит о воскрешении слова, каждое слово в основе своей было метафорично, каждое слово обладало каким-то значением, которое утрачено, да, когда мы слышим идет дождь, мы уже не видим в этом метафоры того, что кто-то почему-то проходит, когда мы слышим в стихах Маяковского над стороной одной пройду стороной, как проходит косой дождь, у нас на минуту этот сдвиг восстанавливает, восстанавливается, и я приведу очень простой пример про слова из быта, из своего, я помню в детстве совсем-совсем маленьким, я не понимал, что такое слово здравствуйте, ну, то есть я понимал, что это приветствие, но однажды в какой-то передаче в конце, не в начале, да, как обычно, кто-то здоровый, если все начинается, а потом все говорят до свидания, в конце эфира ведущий сказал ну там что-то он такое сказал, что завершение, да, и в самом конце он говорит здравствуйте и процветайте, и вот в этот момент это слово поставленное не на свое место, да, не в начало, не как средство отбивки махнуть привет и так далее, а вот это слово здравствуйте, которое было в конце, и я вдруг понял тогда маленьким, что это же слово, это же он здоровье мне пожелал, это он мне пожелал здоровье, и для меня это слово воскресло, да, и то же самое делает поэзия, я показываю это на очень простом примере, именно потому, что отстранение это прием, который работает не только у Толстого или у Марка Аврелия или у просветителей, это то, что может сработать, как я говорил, когда вы встретили необычно одетого человека, и он заставил вас порадоваться, или когда в работе масс-медиа, где угодно, сам Шкловский описывал отстранение через эротический фольклор, там, например, приводится сказка, когда мужик идет с пегой-кобылой, навстречу ему идет медведь, и он спрашивает его, дяденька, скажи, кто тебе эту кобылу пегой делал? Мужик ему говорит, сам пегил, хочешь и тебя отпегил, мужик, медведь говорит, хочу, мужик берет сошник, накаливает его, и раскаленным сошником начинает делать делать пятна медведя, ему палец шерсть, медведь с распаленной шерстью отбегает под дерево, дальше сказка, там, как правило, три события, прилетает птица, начинает мясо клевать, которое у мужика на стане лежит, чтобы он после работы поел, мужик хватает эту птицу, ломает ей ногу, птица испуганная, улетает садиться на то дерево, под которым медведь лежит, полетает на стан муха, ну, тоже там, на мясо может быть, магазин, и, ну, это сказка, сказка, поэтому, короче говоря, мужик берет палку и втыкает палку в завтрашнюю муху, не спрашивайте, как это происходит, в сказке это происходит, и муха, муха летит с палкой с палкой туда же, где, где лежит медведь и где, где, сорока, сорока с переломной ногой, и приходит к мужику на стане жена, они, они пообедали, мужик стал жену назад заваливать и юбку ей задирать, а животные под деревом лежат и комментируют происходящее, медведь, медведь говорит, щас, щас мужик бабу пегать будет, сорока говорит, нет, щас он ей ногу ломать будет, а муха говорит, щас он ей палку в раздасу, то есть, то есть вот здесь, как пример из русского фольклора, который приводит Виктор Словский, это народный народный среда, вот здесь, собственно, секс, да, секс, секс показан, показан остраненно, и так же это происходит в загадках, то есть, допустим, загадки, которые загадывают молодоженам на второй или третий день свадьбы, когда, ну, их, условно говоря, посвящают в традиционной среде, и готовят к тому, что вот у них будет супружеская жизнь, ну, подавнивается, что они ничего не знают, или там понаслышку что-то знают, но еще ничего не было, и там полно таких загадок, которые имеют вполне приличную разгадку, но когда вы их слышите, первая ситуация, которая у вас возникает, она неприлична, ну, я не помню, какой с ним я приводил в Словский, я приведу, какой я знаю, это очень простая загадка, туда-сюда-обратно тебе и мне приятно, что? Качели, 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 вообще, да, там в разных, в разных, где-то качели, где-то еще, где-то еще двуручная зела, туда-сюда-обратно, тебе не зря, ну, да, с чего бы как, ну, ну, вот, но, но, как бы, вот, в народной среде позавнимается, что при этом первое, что должен подумать человек, это, в общем, тоже представление о сексе, вот, то есть, то есть, это абсолютно универсальная вещь, которая может быть, вот, от самых простых, примитивных форм, жаннов, жаннов фольфлора, до, до, вот, сложного искусства, типа искусства Толстого или, или Брехта, или еще, еще приведу пример, практический, да, что так, что такое, я говорю, очень важные условия, остранение, это выведение из автоматизма, пример, пример из детства, еще один, я, я не помню, сколько мне было лет, 4, 4 или 5, я был очень, очень, очень маленьким, но я сейчас хорошо помню, как меня сажали, вот, сейчас, стеремные машинки в кругу, и тогда были, такие вот, ну, то есть, там, там не было барабана, и там открывалось это сверху, и загружалась, одежда сверху, и небольшой человек мог туда сесть, и я помню, как меня сажают, сажают в эту стеральную машинку, а я, а я очень любил мультик, про бременских музыкантов, и вторую часть, где там был гениальный сыщик, помните, да, он поет, я гениальный сыщик, мне помощь не нужна, найду я даже прыщика, на телефоне, так вот, да, этот самый, я садился в эту машинку, и почему-то, бог знает, почему, мне казалось, что это вот, идеально, это вот этот кабриолет, на котором растекает, этот гениальный сыщик, и что, и что, в кабриолете, это я, да, это я, в этом кабриолете, хотя я сижу, хотя я сижу в этой стиральной машинке, у меня было абсолютное ощущение радости, я вошел в сказку, это было как раз то самое, это остраненное восприятие этой самой стиральной машинки, она выведена из ряда, типа, бытовая техника, да, и она, она входит совершенно в другое, да, она помогает, в данном случае, ребенку почувствовать себя, почувствовать себя в сказке, для этого совершенно ничего не надо, и, что еще, что еще, когда, когда Шкловский говорил об, остранении, он говорил о том, что очень важно задержать, задержать внимание, потому что, когда мы проходим мимо знакомых вещей, мы проходим мимо них быстро, чтобы мы воспрылили что-то, нужно, чтобы мы остановились, и приемом отстранения, тесно связан прием затрудненной, затрудненной формы, и отсюда любовь и интересы Шкловского и его товарищей по формальной школе, к зауме и к подобным вещам, и сам пример, сам пример того, как формальная школа в главе со Шкловским смотрела на искусство есть не что иное, как особый такой способ отстранения, то есть до этого критик говорил, что искусство, оно нам говорит о природе, о любви, о философии, о том, о чем, о том, о чем, в принципе, может говорить что угодно, а Шкловский, о поясе, другие ученые того времени сказали, подождите, давайте посмотрим на искусство, как на что-то само в себе, что оно в себе заключает, и тогда, и тогда они сказали, что, например, поэзия это, цитата по-шклассному, это балет произносительных органов, это танец произносительных органов, то есть, когда вы читаете стихотворение, блин, просто думаете, а о чем там говорится, а что там происходит, а вы получаете удовольствие от того, как у вас двигаются по отношению друг к другу, губы, язык, гортани, да, небо и так далее, само, само это движение, как танец, да, как свободный танец, доставляет вам удовольствие, и я сейчас попробую, просто, чтобы это не было голословным, я попробую проиллюстрировать не на чисто звуковом примере, типа, дыр в лучшил, там все понятно, а, да, а, а, пример из, из Пастернака, из текста Пастернака, который как раз почти того же времени, когда шло, говорю об остранении и о том, что поэзия это балет признательных органов, на что можно было ориентироваться, да, сейчас я попробую воспроизвести, если не, перепутаю, я клавиши стаю, кормил с руки, под хлопанье крыльев, лес и клёкот, я вытянул руки, я встал на носки, рукав завернулся, ночь терлась о локоть, и это, и было темно, это был пруд, и волны, и птиц из породы люблю вас, казалось, скорее, умертвят, чем умрут, крикливые, черные, крепкие клювы, и ночь, полоскалась в гортанях за пруд, казалось, пока мест птенец не накормлен, и самки скорее умертвят, чем умрут, рулады в крикливом искривленном горле, то есть, вот, я выбрал текст, в котором нет, чисто звуковой, да, то есть, здесь есть некий момент изображения, человек рассказывает о том, как он влюблен и играет на пианино, но он это делает так, чтобы это было понятно из звука, да, и тут слышно и плетки звуков пианино, и то, что играет, это не просто кто-то, а человек, который влюблен, он волнуется, он импровизирует, и поэтому там запинание, и там ок, за окнами птицы, и непонятно, любит она или не любит, и все, и все это вот в этом звуковом, звуковом напоре, оно, оно присутствует, и именно вот этот балет произносительных органов, это затрудненное произношение, которое которое мы с вами испытываем, когда мы это читаем, мы хотя бы про себя произносим, вот оно нас к этому и ведет, и об этом и говорят шовки и опоят, о том, что мы должны воспринимать саму ткань того, что происходит, иначе ведь эту историю, которую с вами Пастернака, можно в оба рассказать очень просто, я люблю тебя, Нина, и терзаю пианино, например, и все, но, 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 но все оттенки утрачены, а именно в этом проговаривании, именно в этом балете произносительных органов, как говорил и происходит вот то, о чем говорится. Вот, а что еще? Очень важно, что эти практики, они работают, то есть они были в прошлом, второй век Марк Аврелий, век 18 просветители, 19 толстоид, начало 20 русские авангардисты, но если мы смотрим дальше, Бертольд Брехт, который разрабатывает теорию эпического театра и после его приезда в Москву через год он, видимо, познакомившись с работами Шковского через Сергея Третьякова, соратника Шковского по журналу Лев, он вводит термин отчуждение, отчуждение Брехта, по большому счету это и есть отстранение, даже некоторые переводчики уже сейчас переводят это как как отстранение, то есть не вводят отдельного термина, это было важно, другой термин, в советское время, когда слово формальная школа было таким вот в лучшем случае ругательным и надо было вывести марксистского драматурга Брехта вообще развести его от вот этого странного ужасного слова формализма, поэтому вот было в том числе и акцент на том, что другое это никак не связано, а смотрите, про Брехта вы можете очень много всего увидеть, прочитать, посмотреть и так далее, а я говорю о словах потому, что я, например, готовясь к этому разговору, почти ничего толкового в плане каких-то лекций, видеозаписей не нашел, но система Брехта это система вот кроме всего того, о чем я говорил, что у него там тоже есть именно в критическом плане, то есть, например, как пират сказал македонскому, что он такой пират, только у него больше кораблей, поэтому он называет император, у Брехта есть, например, очень похожая логика в одном афоризме, например, он говорит, что конечно, ограбление банка это преступление, но есть еще одно, только одно, куда больше преступления, это создать банк, да, то есть, то есть, логика такая, что чтобы создать банк, куча денег собираются, в том числе, за счет того, что кто-то, кто-то беднеет, да, это парадокс Брехта, вот он вкратце показывает систему, систему отчуждения, у Брехта очень сложная большая система, одна из самых подробно проработанных, детальных театральных систем 20 века, нам может быть важно, это то, что один из приемов, который есть у Брехта, который, кстати, был у формалиста Пушковского, у них это называлось, способ отстранения, который у них назывался обнажение приема, а в системе Брехта это называется показ показа, это когда, это когда вы в произведении искусства не пытаетесь создать иллюзию, того, что человек погружается в какой-то мир, а постоянно подчеркиваете, что нет, ребята, это все текст, или это все театральная условность, или киноусловность, то есть хрестоматийный пример Пушкин, да, Евгений Онегин, и вот уже трещат морозы, и серебрятся тридцать полей, у всех создаются ожидания, вот она зима, вот этот снег, и дальше, читатель ждет тут рифмы, розы, на вот, возьми, я хей, то есть, то есть, что делает Пушкин, он, он обманывает читателя, читатель только, только разогнался, погрузиться в эту, в эту зиму, а он говорит, нет, это, это рифмы, это, это вообще, это вообще стихи, это вообще про другое, и брехтовский герой, он тоже, он постоянно должен выходить из роли, он постоянно должен быть на дистанции, он должен показывать, что вообще-то я, там есть целая система, он говорит о персонаже в третьем лице, он подчеркивает, что он играет, и, ну вот, известный, наверное, многим пример из Гадара, когда Марина Влади, после какого-то эпизода, который она сыграла как актриса, садится и говорит, я Марина Влади, мне столько-то лет, я играю такую-то женщину, которой столько-то лет, я к ней отношусь так-то, и так-то, и так-то, да, то есть, происходит подчеркивание и разрушение иллюзии, для чего это было нужно Бреху, это было ему нужно, примерно за тем же, чтобы, 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 толстому показать, показать, условно, условно, то есть, он считал, что обычный театр, где все притворяются, не говорят о том, что они притворяются, он, какую бы трагедию, он не, не показывал, он нас примеряет с ними, то есть, финал, катарсис, трагический, какой угодно, и мы, и мы успокоились, мы это пережили, а театр, разрушивший, условность, он показывает нам, что, как эту условность, этого действия, где описывается преступление, грабежи, там, насилие государства, все что угодно, как это может быть разложено, преодолено, и отчуждено, и показано всеми естественностью этого, также мы можем увидеть, что и жизнь, это может быть трансформируемо, да, что мы сами вовлечены в ее, в ее изменения, а, а, и, дальше, если говорить о, о практиках, 20 века, очень важный пример, это, Уильям, Уильям Берроуз, который, по-моему, Шковского не читал, про Брекса, про Брекса я не уверен, но, он, он о чем говорит, о том, что, то же самое, вы берете старое стихотворение, которое вы давно знаете, и вы его не воспринимаете, вы его тысячу раз считали, какое бы оно ни было прекрасное, вы не испытываете этого, что нужно сделать, он говорит, разрезьте его на 4 или больше частей, перемешайте куски, и поставьте в произвольном порядке, и вы прочитаете уже совершенно иное стихотворение, и то стихотворение, которое вы не воспринимали, которое было автоматизировано, оно для вас заиграет новыми красками, или тот же, тот же пример, вот этого вот толстовка, толстовка, брестовского критического взгляда, возьмите речь политика, говорит Берроз, вам кажется, что она логична, разрежьте ее на куски, и вы увидите, что там логики как не было, так и нет, да, то есть, то есть, вот этот, этот метод нарезок, он помогает это нарезка и перемещение частей для Берроза, это вот средство, в одном случае, да, в случае стихотворения, вернуть ощущение восприятия, в другом случае, это способ предложить бред речи политика, да, это вот тоже, как было бредом, так и осталось бредом, мы только это, мы только это вскрыли, ушел, ушел, что сказать, тоже это было, он говорил о том, что, я взял свою книгу, прочитал ее, она мне не понравилась, тогда я разорвал ее на отдельной странице, развесил на, на белевые веревки, потом сложил на полу страницу, перемешал, и получилась вот эта книга, это он говорил о книге «Звыли письма не о любви», то есть, то есть, подобный способ остранения у Мишковского тоже, 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 тоже подразумевался, и, конечно, самый такой, простой пример, который вы наверняка видели в различном кино, это человек не на своем месте, это, ну вот, собственно, как дикарь в Европе, да, он не на своем месте, Шковский описывал, вот на примере, Чарли Чаплина, Чарли Чаплин, он всегда в одном, в одном примерно, амплуа, это маска такого вот, такого вот неудачника, который идет, неуклюже, и он везде такой, будь он, будь он повар, будь он полицейский, и так далее, вот это его неумение, это его нахождение, не на что, вместе, оно и отстраняет ситуацию, или, вот, когда я, когда я готовился к нашему, к нашей встрече, я, я, друзья, перерывел энное количество голливудских комедий, потому что я же знаю, я же знаю, что оно, что оно там есть, ну, я по старой памяти нашел достаточно старый фильм, по новинению, у нас 99-го года, там афроамериканский комик Эдди Мерси, фильм по-русски переводится, кажется, как Светоша, ну, это неправильный, наверное, перевод, потому что Светоша негативная оценочность, а вот этот перспонат Эдди Мерси там не снимает, короче, короче, сущим, сущим, человек, который работает в бизнесе, он работает в магазине на диване, у него все плохо, он едет на машине как-то и видит, по улице идет человек, вот, почти, почти как Гриша, но только не в палате, а в ночной рубашке, темнокожий человек в ночной рубашке, он кланяется, он целует землю, он улыбается, в него там проезжают, кидают из машины, из машины какое-то, какое-то зрение, он отворачивает и говорит, да, да, и вам хорошего дня, хорошие дороги, вот, то есть, этот человек идет и поклоняется к земле, и чувствует к ней единство и связь, и по ходу этих, по ходу этих, по ходу этих, там, всяких, всяких информаций, сюжетных, сюжетных в фильме, этот, этот человек, оказывается, внутри этого магазина на диване, его пытается, пытается туда, туда завести, и он заходит, он ведет себя совершенно неправильно, он должен, он должен, например, продать какие-то тарелки людям, которые сидят перед клизером, он говорит, вот вы видите эту тарелку, зачем вам она, зачем вам столько, столько вещей, выходите на улицу, и, или там, вот, вот, вот пила, там продается бензопила, он подходит, берет эту бензопилу, говорит, вот, смотрите, я мог бы сделать сейчас, с помощью этой бензопилы, венеру, 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 а могу сейчас все, все тут разрушить, что вы хотите, я знаю, вы хотите разрушений, и он, он берет эту тарелку, заводит ее, и распиливает всю мебель, красного дерева, которое, которое в этой студии шеет, все в ужасе, от тех, кто там, в студии сидит, он говорит, вот правда, вам же понравилось, а почему, почему нам так, почему нам так нравится, так нравится разрушение, почему мы не можем, радоваться прекрасному, почему мы не можем использовать эту пилу, для создания, собственно, вот, объекта искусства, для причинения радости, почему нам надо именно, это разрушение, да, и дальше он говорит, не сидите, не заказывайте, входите на улицу, Посмотрите на траву Ощутите связь с миром То, о чем говорил У Толстого Пьер Бедухов Почувствуйте себя Единым с этим миром С каждым человеком И со всем космосом Но дальше что происходит В аппаратной сидят режиссеры И они Пока Вот этот самый Бродящий светоец Выходит на улицу показывать траву Они быстро включают камеру На человека, у которого в руках Коврик подкрашенный под траву В какой-то фирме И все, кто смотрел Завороженные Этим Этим действом С тем, что говорит этот просветленный человек Они кидаются Покупать этот коврик Для них происходит подмена То есть здесь происходит Как бы двойное отстранение Сначала в мир продажи Попадает человек Который Никак к ним не связан Которому нужны Не материальные, а духовные ценности И которые он хочет нести А потом показано Как вот этот вот мир Реклама Мир Вот этот Встроенный Как он И его проповедь Может превратить В ничто То есть Его призыв Пойти И единиться с миром Землей С травой Превращается Механизмами Рекламы В ничто иное Как вот в этот коврик Который Который предлагается Купить Купить зрителя То есть Возможно Я думаю Что есть еще Какие-то Подобные Примеры Чудаковатого Человека В Голливудском Кино Особенно Особенно В этих Боевиках В девяностях Был какой-нибудь Персонаж Типа Буддийского Учителя К которому приходит Какой-нибудь Хачок Голливудский Говорит Учитель Научи меня А тот Вместо того Чтобы на тренировку Вести Ведет 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 В бар Накачивает Его там В бренде И чем-то еще Затеивает Драку То есть Опять Совершенно Логичная Ситуация Вместо того Чтобы Да Там Сидеть Тренировать Его Он устраивает Такую Такую Вот Совершенно Выбивающуюся Из контекста Сценку Но В рамках Боевикает Такой Эпизод И он Как бы Не Переворачивает Основ Но Все равно Эти элементы Остремения И здесь Есть Я это все Говорю к тому Что Вот Эта штука Она Очень По большому счету Чем она Хороша Да Этот способ Видеть Остраненно Либо Разлагая Заблуждение Условности Либо Возвращая Ощутимой жизни Он возможен В любом жанре И в высоком И в низком И это очень Очень хорошо Если Да Я знаю Тут многие Занимаются Различными Художественными Март Практиками Думают об искусстве И так далее И так далее Вот собственно Это ценно Именно тем Что Многие Иные Практики И теории Которые Их программируют Да Которые И задают Они Нацелены Именно на Какую-то Узко-элитарную Формулировку Да Наушку То есть Там Это Это Либо какая-то Очень Определенная Социальная группа Да Мы Элита Мы создаем Для элиты Да Или мы делаем Для масс А вот Метод Метод Остранения И как Метод Видения И как Метод Создания Затрудненной Формы Как я попытался Показать Вот сейчас На всех этих Разнородных Примерах Он работает На самых Разных Уровнях И на Самых Простых И сложных Каких угодно Вещах Главная Проблема Для меня Она Вот в чем Заключается Как это Возможно Сейчас Потому что Суть Остранения И Тех Эпох Искусства Которая Наработалась Которая Нарписывалась Это Разрушение Стереотипа Разрушение Шаблона Сейчас Же Когда Вы приходите В Центр Где Выставляется Современное Искусство Там В общем Все уже Разрушено То есть Все границы Все границы Пройдены Вот Как только Марсель Дюшан Выставил Свои первые Регимейды Писсуар Или Или там Колесо Да Это известно Или еще что-то И подписал Что это там Каким-то важным словом Поставил Это В контекст Да Выставочного центра Это было Остранением Это Вот когда Это было Первый Второй Третий раз Это было Остранение Как только Все стали Это делать Как только Появилась Целая Плеяда Людей Которые Значит Берут Кучу Кучу Мусора И Кладут ее На Стенд И Подписывают Очень Глубокомышленный Текст О том Что это Куча Значит То Это уже Как раз По Вот Вот Исходя Из этого Взгляда Который Я Который Сейчас Описываю Да Из метода Остранения Это уже Автоматизировано Потому Что И сам Собский Говорил Что Нету Универсальных Всегда Остранения Вещей И То Что Сегодня Кажется Новым Завтра Автоматизируется Но Для того Чтобы Разрушить Эту Автоматизацию Нужно Что-то Выпадающее В контексте Стало Быть Например Вот Современным Центр Современного Искусства Остранения Был бы Какой-то Гипер Нормальный Условно Говоря На фоне Вот этот Жест Но Опять же Очень сложно Как именно Это должно Работать Мы когда С ребятами Обсуждали Как это может быть Мы пришли К тому Что Вот В акционистском Искусстве Иногда Такое Возможно Вот Я Сейчас Не вспомню Не вспомню Имен Участников Соня Соня Мне Показывала Показывала Эти Проекты Но В общем Суть в чем В день В день России Художница Устроила Акцию Она Делала Перевязку Перевязку Инвалиду Который Выбросился Из окна Знак Знак Того Чтобы Показать Как трудно Как невозможно Трудно Живется Людям В детском Доме Написать Отече Против Масилия И вот Понимаете Если бы это Происходило Даже в рамках Выставочного Центра Или какой-то Галереи Мне кажется Это было бы Вполне В рамках Потому что В общем Те кто приходят Они уже знают Что будет Перформанс И для них Не происходит Остранение А Эта девушка Она это сделала Она делала Перевязку Человеку Напротив Кремля И Это видели Люди Которые проходили Просто так И По-моему Кому-то Там даже Объясняли Все это А этот Человек Который Который Мы сделали Перевязку Ему каждый день Нужно промывать Раны И Он Он Говорил О том Что Мои раны Это раны России То есть Да Я Я бросился За окна Потому Что Так Так Трудно Жить И Вот В тот Момент Когда шел Человек По улице И увидел Как Как другой Человек Травмирован И что И что Произошло И он Хотя бы Кто-то Понял А его О его Боли Он Остановился И понял Вот здесь Произошло Это Остранение Потому Что Остранение Это не только Способ Почувствовать Чужую Радость Или Свою Радость Это Способ И Почувствовать Чужую Боль И вот Это Наверное Один из Немногих Примеров Которые Мне удалось Найти Я Наверное Завершаю Вот Такую Более Монологическую Часть Нашего Разговора И сейчас Я Ну Собственно Кто Хочет Я Отвечу На вопросы Если они есть И Я хочу Приложить Тем Кто Хочет Подумать Как Либо В произведениях Других Авторов Сегодня Например Или Как Вы Сами В своей Практике Можете Сделать Нечто Что По Вашему Мнению Может быть Отстраняющим Вот Ну Значит Сначала Я Если хотите Я Отвечу Мой Метод Отстранения Это Нарисовать Страненькую Картинку Или Сфотографировать Страненькую Фотографию Вот Отлично А Да Ребята Нет Что Я Так Мразь Закупил Я Еще Мультик Помню Мультик Советский Мультик Называется Называется Просто Просто Так Я Не помню В каком Году Но Если Если Берете Мультик Просто Так Он Выйдет Там Суть В чем Идет Мальчик Он Видит Грустную Собачку Ну Собачки В сказках И в мультиках Они все Разговаривают Они все Как Люди Идет Мальчик Он Видит Грустную Собачку А у него Букет Цветов А Собачка Тоже Видимо Мальчик Ну Судя К Сему И Мальчик Мальчик Поэтому Тут Нет Гендерного Какого-то Подтекста Что Мальчик Девочке Цветы Цветы Дарят Соб Меня Не дай Бог Не за Подозрение Да Пропагай Пропагай Бесексизм Ёлки Палки Да 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 Вот И Короче Говоря Мальчик Сует Этому Щеночку Эти Цветочки Щеночек А Нет Сначала Был Ослик Короче Да Но Ослик Тоже Был Мальчик Ослик Тоже Был Мальчик Вот И И Ослику И Ослику Ослику Вот Грустный Он Это Мне Тебе Тот Оглядывается Так Смотрит Нет О Ничего С собой Нет На себе Ничего Нет А За Что Мальчик Говорит А А А А Так Просто Так Ослик Ослик Таким Грустным С вами Лицом Тыкается В это Свето Вдыхает Чувствует Хорошо Хорошо Пахнет Просто Просто Так И он Начинает Он был Только что Грустный Он Начинает Ловаться Бежит Танцует И поет Мальчик А потом Ослик Подхватывает Тралалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал и щенок тоже, тоже подхватывает давайте, давайте кто слово запомнил? Трелла ла 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 я ла 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 selva вот, и... щеночек идет и он видит медведя Ну, медведь еще более маскулинный и брутальный, но суть не в этом. Все равно, что на дискриминации-то не получается. И тогда, и тогда... А у Мишки, кроме того, что он брутальный, он еще топ... Он еще топ... У него с собой корзинка с ягодами. И когда ему хиночек протягивает эти цветочки, он начинает прятать эти ягоды. Он думает, что сейчас от него будут требовать обмена. Он думает, что все, блин, ребята, бартер. Думает, медвежонок. Он пытается за свою попу спрятать эту корзинку и... И говорит, а у меня ничего нету! Нету, нету, нету! А... Финочек говорит, ну, так... Просто так... И... И Мишка тоже идет... И тоже, значит... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- что всё-таки выскакивает фоксизм, но зато идёт критик, критика собственничества, потому что мы помним, что Мишка зажал ягоды, Мишка зажал ягоды, и он идёт не просто с букетом, как все остальные порядочные звери, он идёт ещё с ягодой, он пытается издечку перебрасывать, сначала он по камням пошёл и понял, что он выронит сейчас эту корзинку, потом он пошёл через мозг, и она всё-таки упала, вот, да, вот, так, так тебе, так тебе будешь жадничать, у Мишки упали ягоды, они попадают к Белочке, и вот Белочка уж извините, она девочка, тут ничего не сделает, она так кокетливо проводит под носом, хвостом, смотрит на этого Мишку, так заигрывающий, и спрашивает, это мне, придвигая лапкой корзинку, он, ну тебе, а за что, да так, просто так, и Белочка, ну тут вообще полнейший этот, эээ, да, полнейший, таким, девочка, Белочка подскакивает и целует его в нос, у нас, она целует в нос этого медведя, этого медведя, а, и, зато тут крепкий урез, вот, вот, межведовой, понимаете, вот, разрушение стереотипов тоже, а, вот, и, и, короче, и все, и они все, и Мишка, и девочка, то есть, Мишка пошел в одну сторону, делает все другую, они, они все идут, радуются, и вот это вот, вот, это, это к Сашиной реплики о том, что я рисую, радостную, радостную картинку, ну да, нет, ну странную, суть, суть, суть странности она может, может быть, разную, ну, давайте, давайте, друзья, предлагайте, предлагайте вопросы, отстраняющие жесты, просто какие-то реплики, замечания, кому-то что-то непонятно, все, что хотите, я открыл, у меня есть одна реплика, вот, в детстве у меня был такой случай, когда я просто пошел на улицу и посмотрел на все другим взглядом, вот, мне показалось, а как так, как так небо, как так деревья, мне сначала все казалось это обычным, естественным, обыденным, а потом показалось, что, ну, я просто не понял, как это произошло, как это случилось так, что я живу, как это, как это случилось так, что мир существует, как это вообще случилось, мне показалось все странным, странным небо, странным земля, странным все, я даже немного перепугался, стало биться сердце, мне показалось, что в детстве я пережил первый приступ остранения, это так? Я думаю, да, если вы почувствовали чудо, чудо того, что вы живете, да, 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 это был ваш маленький жизненный опыт остранения, то есть искусство должно делать тоже. Давай, давай. Очень понравился, понравился хрестомасиний пример про пушки, я вспомнил, что у меня было что-то похожее, да, несите микрофон поближе. Я как-то после, после очередного какого-то эмоционального потрясения или каких-то эмоциональных событий в моей глубокой личной жизни, пошел на московский вокзал и стал там писать по этому, на этот счет стихи. Но я долго перебирал варианты первой строчки и в итоге, через час перебираний, которые ничем толком не поменчались, я стал писать стихи о том, как я пишу стихи, и не могу выбрать первую строку, иначе это рифмовать в строке. Но, правда, это тоже не написал, вот у меня был такой околопушкинский опыт писания стихи про то, как сложно писать стихи и выбирать какие-то слова и предпочитать их другим словам. Да, да, это очень точный пример, это как раз один из способов, в котором работают очень многие, да. Кино про то, как нельзя снять кино, восемь с половиной, да. Там, все что угодно, книгу про то, как не пишется книга и так далее. Да, да, это тоже один из способов отстранения, но... Да, не видел, кто сейчас говорил передо мной, но... Мне кажется, я понимаю вот тот случай, который только что был описан про чудо жизни, у меня было что-то подобное, правда я специально не стал бы говорить, вот сознательно отказал бы себе в том, чтобы это описывать, потому что это такой... ну, опыт, которому, мне кажется, имеет смысл как-то наткнуться на него самому, чем на него кого-то наводить. Потому что сейчас я могу возвращаться, как бы, специально со усилием, ну, внимания к этому переживанию, но это уже получается не то. Вот когда ты наткнуешься на это сам, это получается... вау! И мне кажется, что я это тоже, ну, понимаю, мне кажется, я что-то такое переживал. Ну, это тоже, направляв комментарии, а здесь нет такого вопроса. Ну, вот, это как раз и должно быть, то есть, идея... Идея метода отстранения, она как раз и заключается в том, чтобы вы это пережили. Потому что даже если кто-то нарисовал или снял вот так отстраняюще или странно, это еще не значит, что это сработало. Вот как бы главное, чтобы, столкнувшись с каким-то явлением искусства или явлением жизни, да, чтобы у вас это произошло, чтобы вы ощутили вот то, о чем говорил человек перед вами, да? Да, да. Ну, еще немножечко, извините. Ну, вот, во-первых, я даже не знаю, да, лет до семи, а может быть и позже, я постоянно чувствовала, что это все сон, что я живу во сне, все так странно, все так интересно, вот. И, короче говоря, и так вышло, что как раз, ну, вот лет семи-шести с первого класса я играю в театр. И это самое странное, что может быть. Было несколько разных театров, вот. И, кстати, тут где-то была Таня, Таня... Ну, в общем, Таня делать куда-то. Таня тоже была со мной однажды в театре. Вот, Таня, 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 Таня! Я говорю про наш театр, а ты там сидишь. Ну, в общем, вот. Театр, это очень странно. Особенно круто было в моем последнем театре, где мы, да, где мы вот просто априори должны вести себя странно. И при том мы должны чувствовать, как, кто ведет себя странно. И не то, чтобы подыгрывать, а вот-вот быть с ним, слышать, играть музыку. Это все очень странно. И я очень рада, что в моей жизни все настолько странно. Вот, может быть, ты, кстати, продолжишь. Нет, не маленький, это другой театр. Вот про театр ты, может, продолжишь. Про театр? А я... Я не знаю, что продолжить. Валерий Викторович. Да, да, был. А еще у нас был в вышке с Леонидом Юрьевичем театр. Там тоже... Ну, что там было? Я не знаю. А что это такое? Это диктофон... Аааа... Я думала, это тебе нравилось. Это странный диктофон, да. Что? Не нажимайте на красную кнопку, как всегда. Не-не-не-не. Как и с потебней. И вообще, это есть одно, что искусство – это не мышление образами, а нечто другое к остранению. Может быть, я просто... Ну, смотри, какая штука. Я... Поскольку я хотел специально сделать для людей... Ну, кто... Кто мог быть потенциально... Не знаю, как иметь вещами. Я опустил про потебню, чтобы уж совсем не загружать людей. Но смотри, какая штука. Потебня – это на тот момент не просто теоретик академический предшественник, с которым надо бороться. Это еще и плюс ко всему теоретик, на которого ссылаются все символисты. Там, Белые, Вячеслав Иванов и так далее. Да, 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 да. А шкловский – человек футуристического круга. И у них особое неприязнь отталкивания от теории символизма. То есть символизм – это образ, который знак, который отсылает к чему-то и так далее. А... Которым нет остранения, да? Не-не, смотри, вот тут сложно. Потому что вообще как раз, допустим, то, что делает Хлебников, он как раз подчеркивает внутреннюю форму слова. По большому счету, да? Там очи, аки блещут вдали. Игры с корнями, все что угодно. Но для Хлебникова важно, что для него потебняет не просто потебня, не просто академические ученые. Это еще и тот, на кого... Это как бы такой академический представитель символизма. Здрасте. А вот и важно перейти от представления об искусстве как о символе, как о чем-то, что на что-то намекает, к искусстве как вещи. Потому что Шкловский говорит в этой статье, главное в искусстве пережить делание вещи. И дальше он говорит, что искусство вечно. Вот, 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 вот Таня, Таша с Гришей, вот они, вот они вечны, да? Вот они, посмотрите, как здорово, да? Вот они ни к чему не стоят, вот они себя правильно ведут. И для Шкловского как раз... Важно перейти к этому отношению, то есть там не чистые потебня, там потебня как часть символизма и все-таки, для Шкловского важно создать оппонента, который говорит об изолированном образе, а он говорит об искусстве расположения образов. от вещей к отношению примерно такая девушки вы хотели я отстранилась отлично но вот мне как всегда хочется как бы дискуссионный такой вот вы скажете вот на примере там ну как бы творчество там которая это вот это вот разрезанного до которая там стала массовым можно увидеть что ну какое-то противоположное такое мнение она ну имеет место на существование именно то есть как бы противоположное то есть попытка не они а стране не наоборот осмысление там существующего или какого-то реалистичного или или как бы возвращение к чему-то этом такому цельному там до или вы понимаете и еще 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 вот как бы небольшая ремарка нет ну просто вот это все связано связная вот выступление там вот вот это вот практика взгляда как на что-то новое да я я тоже вспомнил что у меня такое такое вот было как бы этом в детстве что вот ты смотришь на все это но называл как на трехмерный мир ты смотришь ну вот как бы и и это такой непривычный способ мышления который но как бы вот привычный способ мышления не позволяет нам это то чему мы научились это то что позволяет нам ну как бы узнавать ну там получать знания анализировать воды а вот такой непривычный способ соответственно может Ну, как бы, мешает этому противоречеству, вот. Да, да. Значит... Пока, спасибо. Юра, пока, спасибо тебе. А, я хотел... Я хотел сказать, значит, тут две части, да? Сначала про... Сначала про разрезку, да? Про монолит и про разрезку, вы спрашивали, да? Ну, вообще, в целом про пространение. Нет, нет, нет. Сначала про... А, то есть, вы говорите, что сейчас, когда клиповое сознание, когда вот этот голливудский монтаж, когда всё дробно, может быть, цельное изображение может быть противояден, да, и остранением. Правильно? Ну, да, да, например, да. Но, понимаете, в чём дело? То есть, вот, в тот момент, когда Шкловский работал над теорией остранения, тогда как раз монтаж только начинался, вот такой резкий, рубленый. И он был языком как раз киноавангарда. То есть, Эйзенштейн, Вертов, Кулешов, они так монтировали. А массовое кино, оно как раз было более монолитным. Потом, спустя некоторое время, эта техника монтажа, она перешла к Голливуду. И Голливуд её как бы приватизировал. И тогда появился, условно говоря, Тарковский, которого как раз нет никакого этого скачущего монтажа, где напротив язык интеллектуального искусства это не как у Эйзенштейна монтаж дробленный, а это вот эти длинные-длинные сцены, где идёт артист Янковский 15 минут под одну бассейну, держит эту свечку, и она у него не гаснет и не гаснет, не гаснет, и там ни одного стыка, и она не гаснет. Да, но это всё равно как бы вырванный из контекста, это всё равно какое-то такое символическое действие, не, ну, не там, не знаю, непрерывное там повествование, да? Ну, как же это символично? Ну, связанности действий, событий, не знаю, повествование. То есть вы имеете, нет, ну, какое обычное? Что такое? Цельная история, например, да, там, ну, роман. Ну, вот надо, чтобы это переживалось, надо, чтобы... Ну, я вообще, скорее, об изобразительном искусстве, да, там, про реализм versus апрекстракционизм. Ну, я вот сейчас и говорил о том, что если сейчас повесить, прийти в ГТС, в гараж, в арсенал или ещё куда-то, и повесить туда серого, например, ну, или нечто подобное, вот это... Остраняющий жест, да? Потому что, когда, когда все пишут беспредметность, или где все мусор раскладывают, и на нём что-то надписывают, да, то, то тут, пожалуй, только реалистический, реалистический этот, да, способ, он будет остраняющим. Вот. Так, я на все ответил или что-то вы... Ну, ну, да, я... Вот, вообще, моя идея была в том, что, как бы, для создания чего-то, ну, преобразоведения, там, цельного, Серов, Шишкин, я не знаю, ну, нужно больше работать, чем просто на какое-то... Вот, когда просто впечатление есть, новый взгляд, да, и... А потом ты его осмысляешь, и у тебя выстраивается какая-то концепция. Да, мне кажется. Вы понимаете, там тоже должен быть новый взгляд, потому что после вот искусство изобразительное перестало быть собой, когда появилась фотография. То есть, то есть, раньше это было единственный способ фиксировать натуру, да, условно говоря, запортретировать тебя, тебя, тебя и так далее. А когда появилась фотография, они поняли, что нужно, что нужно куда-то, что нужно куда-то идти. И теперь, когда мы пытаемся взять вот эту вот натуру и нарисовать это дерево, этого человека и так далее, мы все равно должны это делать уже с каким-то видением. Это может быть правдоподобно, но мы должны помнить, что есть способ изобразить его и более естественно, через фотографию, через снимок и так далее, и так далее. Поэтому все равно здесь уже будет элемент отстранения. Если ты хочешь нарисовать этого мужчину или эту женщину, ты можешь ее фотографировать или еще что-то. Поэтому, когда ты создаешь, ты должен что-то придумать, чтобы это не было просто заменой. То есть, здесь уже есть некий механизм необходимости вот этого отстранения и так далее. Это большой вопрос. Ведь, понимаете, не случайно в тридцатые годы абериуты, продолжатели авангардной линии, они раз и начинают писать не такие вот раздолбанные тексты, как раньше. Не дыр был щил, не парша на отмели, а начинается работа с простыми, всего ботаническими размерами, почти под Пушкиным, пишут и Хармс и Веденский, которые до этого были. То есть, начинается вот эта вот простота, простота стиха Пушкина, простота, да, там, отборник с черными усами, стоит, видимо, под боротами и чешет грязными руками, под грязной шапкой свой затылок, а где-то слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Это пишет не человек искусственной эпохи, это пишет выходец из авангарда, он пишет абсолютно прозрачно. То есть, он чувствует, да, что вот сейчас, условно говоря, это путь, путь к остранению, или там, ну, может быть, не было этого слова, для него важно, но вот к этому переживанию, потому что тот разрушенный тип, он уже был не нужен. Также и Стравинский с тридцатые годы переходит к классическим формам. Почему говорят Стравинцы? Потому что Стравинский вообще в эмиграции, его то, что происходит в эсторон, вообще не волнует. Поэтому вот эта общность движения от раздолбанной какой-то ритмики к классическим формам внутри авангардного течения, это такой очень интересный процесс, да, и в этом смысле, ну, интересно, что там, Малевич пишет в тридцатые годы свой автопортрет, где все так очень реалистично, и так далее, и так далее. Ну, то есть, да, есть такая, есть такая диалектика, да, нет, нет, нет универсальности. Сегодня остранено это, завтра остранено это. У меня вопрос, может быть, специальный. Ну, в общем, я хочу спросить, как ты думаешь, Антон, вот, ну, что рисовать, типа? Понятно, что рисовать можно все, что угодно, вот. И как бы, ну, вот я за какую-то странненькую фигуративность, вот. Но вот как бы в идеале, да, что рисовать, как рисовать, наброски рисовать, рисовать с натуры. Не, 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 вот, вот очень важно. Что рисовать? Ничего, от них же голых. Решается судьба сейчас. Хорошо. Зачем? Решается судьба изобретения. Скажи, скажи, зачем? Ну, то есть, ты меня спросуешь, что рисовать. А тебя спрашивают, зачем ты, зачем ты хочешь рисовать? Ну, потому что я люблю деятельность. Картина нужна только в процессе деятельности. Потом мне ее нужно куда-то девать. Нет, нет, я понимаю. Ну, вот для чего ты хочешь что-то нарисовать? Я уже не помню. Я уже не помню. Танюша. Саша. Саша, господи, простите, простите, девушки. У меня просто тут в одном углу мозга Марк Аврелий, в другом углу ставят мультик, и я уже, да, я отстранился совсем, да, Саша. Просто я тебе отвечу, я тебе отвечу буддистской, буддистской притче, которая, которая, кстати, тоже очень остраняющая, и вообще формалистов принцип остранения часто сравнивают с буддизмом. А суть, суть такая. Пришел, ну вот, как ты сейчас ко мне примерно, и ученик, учитель спросил, учитель, я вот практикую уже столько лет, и все никак не пойму, в чем же истина, учитель? Да ты, ты скажи мне наконец то, что я обучаюсь, да? То есть он спросил, что мне рисовать? Что делает учитель? Он подводит этого ученика к колодцу, хватает его за волосы, окунает в колодец, пока тот не перестает спросить меня пускать пузыри. Потом он его выта... Ахахахахаха, где тот красаводчик? Потом, тот постепенно откашливается, продышивается, приходит в себя, после того, как он энное количество времени пытался прорваться к жизни, к дыханию. И он, когда он приходит в себя, смотрит на учителя такими вытащенными глазами, типа, что ты, что ты сделал вообще? А учитель ему говорит, вот, ты поймешь истину только тогда, когда захочешь ее так, как сейчас ты хотел дышать. Ну, понятно. Спасибо. Ну, Саша, какой вопрос? Все, вопрос вверх, пойду мне, пожалуйста. Попускаю пузырь. Не бойся, я не смираюсь тебя. Нет, на самом деле спасибо большое, Антон. Я очень рада была послушать. И действительно пора уже идти. Вот, я очень еще раз благодарна. Вот, спасибо. Спасибо тебе. Пока. Всем пока. Я вспомнил. Когда ко мне мяч прикатился. Я сказал, что это на кого прикатился. Ты вспомнил в одной хороших местах. Которых читал недавно. Рассказывалось, по-моему, о каком-то дзен-будистском триархе, который ввел этот принцип. Мол, встретишь Будду, убей Будду. Что есть его современный пересказ. Перефраз, вернее. Какой-то тренер, тоже не помню его имени. Уже сейчас. Тренер одной из американских баскетбольных команд, которой носит прозвище дзен-мастер среди своих. Подопеточник. Говорит в раздевалках следующее. Встретишь Будду, брось ему мячик. Да, ребят, давайте поиграем мячик. Пуки тайм попинают. Будда лайк. Брось. Дайте мне в ноги кто-нибудь. Я пас. На этом я считаю, что я внес свою лекцию, пожалуйста. Спасибо за лекцию, спасибо за обсуждение. Спасибо. Да, друзья, если будут вопросы, будут какие-то соображения. По этому поводу пишите в соцсетях. И вообще я готов открыться для ваших разговоров об искусстве. Если кому-то будет интересно какие-то материалы, чтобы поподробнее посмотреть. Я все покажу, все дам. А вот вопрос такой, да? Да. Это устранение, да? Да. Это вот так. Ну, чтобы отстранить, надо знать правила игры, к примеру, да? Ну, от них отходить. Писать атакату, да? Ну, либо да, либо как бы смотреть на игру вообще не занимаясь. То есть, я не знаю. Тот, тут должен был быть сегодня мой товарищ и филолог, журналист, музыкант Леша Романов. Я его не видел. Ну, в общем, если где-то он услышит, привет ему. Вот. Он очень хорошо приводил пример из Мирапа Маммардашвили. Он говорил, Леша нашел в Маммардашвили там такой фокус. Маммардашвили говорит, что, чтобы что-то понять, нам нужно посмотреть на жизнь глазами, глазами марсианина. Да? Да. То есть, он говорит дальше, вот мы смотрим, и он делает точно так же, как делал Толстой или еще кто-то. Он говорит, вы смотрите на людей, которые бегут на коньках в спортивных соревнованиях, и вы думаете, что это не коньки, это просто какие-то странные металлические крючочки. И бегать на них так же нелепо, как может быть нелепо ехать на колесе или еще что-то, или еще что-то. Да, то есть, ну, то есть, то есть, возможно, тут возможны варианты, но знание правил тоже, да, тут тоже. Просто, например, если взять дальтоника, да, он рисует, допустим, коня красным, к примеру, да, там, допустим, а дерево там синим. Это же не будет являться странением. Это же просто его природа, он идет в своей природе, по сути. Вы понимаете, какая штука? Вот когда, когда мы читаем, там, Андрея Платонова, да, то есть, ну, вкратце, да, там, он пишет в своем, ну, в одном из текстов. «Некуда жить, вот ты думаешь тебе в голову». Классический пример. То есть, это, это агроматизм, да, это агроматизм, да, это агроматизм, и в этом агроматизме отстраняющий эффект. То есть, то есть, энергия жизни уходит с человека на мысль, и мысль становится чем-то проживаемым, да, это, это вот жизнь, она как бы разрывает голову. И в тексте Платонова это отстраняется. Когда мы узнаем, что Платонов из записных книжек писал примерно так же, то мы понимаем, конечно, что это особый способ мышления. Но все равно, поскольку никто, как Платонов, это не писал, то все равно в контексте общего, да, восприятия, это будет, это будет отстранение. Так же, так же и если Дальтоник кто-то нарисовал так, как он видел, он этого не хотел. Но если это было воспринято, потому что вот фраза, которую я не привел из Шкловского, на которой и есть, он пишет, что вещь, ну, то есть вещь искусства, например, она может быть создана как фразаическая, то есть прагматическая, бытовая, и потом восприняется как поэтическая. И может быть наоборот, она может быть создана как поэтическая, как искусство, а потом уйти в быт. То же самое, то есть очень важен еще механизм восприятия. То есть если те, кто на это смотрел, увидел в этом искусство и увидел в этом остальном все эффекты, а вы это делали, потому что вы это так видите, вы не поздревали, ну, здесь просто не было вашей личной телеологии какой-то, да, но если эффект есть, он есть. То есть здесь очень важно, чтобы это сработало для других, здесь очень важно другое. Кто-то, кто-то, кто-то... Просто мы же играем, по сути, по каким-то определенным правилам, понимаешь? То же самое, вот эти коньки сказать, да, если он действительно не видел, да, вот эти коньки, он так, в принципе, представляет, и в этом нет их. Нет, ну, Мамадашвили призывает посмотреть, в этом случае, взглядом мартианина. То есть, условно говоря, Мамадашвили до этого знал, что такое коньки, и знал, что конькоберный форт, и что люди в этот момент что-то такое для них важное делают. Но, ну, вот, чтобы понять, что это, допустим, бренно, и что это не нужно ему, да, и в этом нет какого-то глубинного содержания, он смотрит на это отстраняющее и разлагающее. Это, я приведу тоже простой юмористический пример, это как Михаил Жванецкий говорит о футболе, что такое большой футбол. Это когда миллиарды низких людей смотрят на то, как одиннадцать миллиардеров кинают мячи. Это вот то же самое, это вот то же самое, ребята. Это то же самое, да, это стройнейший пример, он позволяет нам больше. Неостроимый, что это просто суть, он просто видит суть. Нет, нет, а, нет, ну, в отстранении вот когда Толстой говорит про насилие, что там государство это насилие и так далее, он, в общем, тоже видит суть, просто он выходит за пределы договоренности, которые у людей существуют. Просто мы все договорились, мы знаем, что такое государство, мы знаем, что это футбол. И мы это не подвергаем сомнению. А суть отстранения как раз, чтобы, чтобы то, что кажется нам привычным, заглянуть на это со стороны, да, поэтому вот отстранение это тоже близкое, близкое слово по звучанию. То есть встать со стороны и посмотреть непривычным взглядом, а что это, а так ли это нормально, как мне кажется. И, может быть, вы увидите, это не значит, что вы увидите что-то плохое, может быть, наоборот, вы увидите, что люди недооценивают этого, что вот этот маленький кусочек, вот как тот герой из фильма, о котором я говорил, вот он подходит к траве, он целует траву, он видит в ней воплощение всей силы Земли, а вы идете и видите газон, да, но он для себя открыл в этом воплощении силы Земли. То есть в одном случае вы самым простом видите насилие, в одном случае вы самым простом видите единицу прекрасного, единицу мироздания. Но это все потому, что вы вышли за пределы принятых условностей. Я очень рад, я очень рад, что все получилось, я очень рад, что все просили, что пришел. Мне хорошо, я очень рад, что это нужно, что это нужно другому. Мне это очень важно, потому что мне самому это интересно, я хочу этим поделиться. Мне кажется, что актуальными могут быть полезны люди в самых разных сферах. АПЛОДИСМЕНТЫ